Чиновники областной администрации прошли по скользкому пути. Они проверили, насколько безопасно заходить в кемеровские магазины. Дело в том, что многие предприниматели не обращают внимания на то, что крыльцо их заведения обледенило, и люди могут покалечиться. Нельзя просто так взять и зайти в магазин, не поскользнувшись, убедились и наши коллеги. Весной каждый поход в магазин для пенсионерки Галины Васильевны превращается в пытку. По снежной каше ей трудно преодолевать расстояние даже в несколько метров. А просить купить что-то необходимое просто не у кого. Единственная дочь постоянно уезжает в командировки. Я два раза упала, а подняться не могу. Моталась, моталась. Еле-еле. Хорошо молодой человек увидел, что бабка поднял меня. Честное слово, очень тяжело. Тут дело не только в весне, уверены сотрудники областной администрации. Владельцы магазинов должны сами заботиться о безопасности своих покупателей. Расчищать снег у входа и посыпать лед песком или солью. Пускай засвощат или как он покупает, во-первых, засыпает солью, и вот этот лед, чтобы убран. И вот этот снег отсюда тоже убирают, пускай раскидывают, чтобы он быстрее. Или выносят его на газон, чтобы он таял быстрее. Но чтобы под магазином, вот этот, когда он тает, он все течет сюда на тротуар. Чтобы вот этого не было и все. Магазин «Уют» в Кировском районе своему названию не соответствует. Даже заходить в него не то, что некомфортно, но и опасно. Такой поход за покупками может превратиться в игру на выживание. Сотрудники администрации звонят владельцу и просят исправить ситуацию. Сегодня же будет все исправлено. Вы обещаете? Работа над ошибками тут же принимается выполнять продавцы. Для этого использовали все запасы соли. И территорию магазина на время огородили лентой. Смотрим для того, чтобы убедиться, что наше предприятие принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность людей. Вот выявлен в такой факт, что налить, людям скользко пройти, просто невозможно зайти в предприятие торговли. Только сегодня во время обхода нашлись десятки магазинов со скользким входом. Пока их владельцев просто предупредили. О покупателях надо заботиться. Но если уговоры не подействуют, предпринимателей ждут крупные штрафы. Максим Полюдов, Анжела Паутова, Дмитрий Шилов. Новости моего города. Жители Кузбасса застрахуют даже от падения метеорита. Власти области напомнили об опасности весеннего паводка и необходимости страховать имущество. Это защитит жителей не только от большой воды, но и от пожара и даже падения метеорита. В этом году в зону подтопления вошли порядка 10 тысяч домов. И из них только треть застраховались. Компании работают вместе с администрацией, снижают взносы. Сейчас 100-рублевый взнос обеспечивает страховую сумму в 650 тысяч рублей. Будем дальше работать вот эти оставшиеся время интенсивно. Для того, чтобы убедить наших жителей, что страховка нужна. Потому что если пойдет стихия, пойдет подтопление, это ничем не остановится. Если в этой зоне случилось, значит все будут подтоплены. Бараку Обаме запретили вход в Кемеровский клуб. Различные учреждения в городах страны запрещают президенту США и ряду лиц Евросоюза посещать их заведения. Это реакция россиян на санкции некоторых государств в отношении известных российских граждан. Областная столица присоединилась к всероссийскому флешмобу. Кому еще не удастся отдохнуть в Кемеровском ночном клубе, считайте на страницах портала Сибдепо. Бывший воспитатель детского дома в Прокопьевске обвиняет своих коллег в жестоком обращении с детьми. Мы рассказывали об этом в одном из наших выпусков. Фотографии избитых воспитанников она выложила в интернет и тут же лишилась работы. Несмотря на это, женщина продолжила бороться за права сирот. По его словам, работники детского дома регулярно издевались над детьми на протяжении многих лет. Когда этот случай получил огласку, учреждениям заинтересовались правоохранительные органы, а у бывшей сотрудницы детдома появились как единомышленники, так и враги. Мы попытаемся разобраться в этой ситуации. В это воскресенье в прямом эфире смотрите программу «Горячая линия» 20.00 на телеканале «Мой город». Я довольно-таки долго боялась что-то предпринять, что-то сделать, но сейчас понимаю, что это такая глобальная моя была ошибка. Ну, сделала я единственное, что я вот выложила в интернет, действительно попросила помощи у горожан, кто может откликнулся. Кто-то не понял, кто-то подумал и думает, наверное, до сих пор, что это ложь, фальсификация. Нет, это не так. В Кемерове задержали цыган, который украли у пенсионера полмиллиона рублей. Мужчина возвращался из поликлиники, когда злоумышленники спросили у него дорогу к ближайшему отделению банка. После этого молодые люди попросили помочь перевезти деньги, а когда пенсионер согласился, его ограбили. Подробнее расскажут наши коллеги. Анатолий Иванович говорит, что больше не будет помогать незнакомцам. Когда пенсионер возвращался из поликлиники, решил подсказать двум цыганам, где находится ближайший банк. По дороге мужчины рассказали, что им срочно нужно перевезти 2 миллиона рублей. Однако сделать это они не могли. Российских паспортов, по словам цыган, у них не было. Доверчивый пенсионер согласился помочь. За услугу ему обещали 20 тысяч. Отзывчивый кемеровчанин снял все свои деньги, полмиллиона рублей. После чего оказался ненужным. Ну я эти деньги свои снял. Когда деньги снял, тогда поехали. Я говорю, поедите, я вам ваши деньги верну. А свои оставлю дома. Он поворачивается, схватил меня за рубки. И давай. Давай им деньги. Забрался, забрал деньги. Пенсионеры увезли за город, забрали деньги и мобильный телефон. Мужчина чудом остался жив. Его выкинули из машины на ходу. Преступников поймали быстро, они не успели ничего потратить. Деньги вернули законному владельцу, а злоумышленников отправили за решетку. Подозреваемыми оказались двое жителей Краснодарского края и Карачаева Черкесии. В настоящее время следователям отдела МВД России по Кемеровскому району в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Грабители свою вину отрицать не стали и во всем сознались. Теперь им грозит до семи лет тюрьмы. Однако следователям стало известно, что нарушители причастны еще к одному аналогичному преступлению. Поэтому не исключено, что их срок станет больше. Артур Хлопотин, Анастасия Прокудина. Новости моего города. Весна, солнце и работа на свежем воздухе. Жители Кемеровской области вышли на традиционный секузбасский субботник. На борьбу со снегом отправились чиновники, студенты, кадеты. Всего несколько тысяч людей по всей области. Взял в руки лопату и наш корреспондент. Работать под музыку, тем более, когда на улице тепло и свечит солнце, вдвойне приятней, говорит Ольга Мошкина. Девушка учится на первом курсе в Кузготуум. Для нее это первый массовый субботник. На коммунистическую улицу для борьбы со снегом студентка пришла со своей группой. Всего около 60 человек из одного вуза вооружились лопатами. Сплочает коллектив, там, ну, город почище будет. Устрей все растает, наконец-то весна. А это уже улица Красная. Воспитанники губернаторской кадетской школы-интернат полиции убирают территорию вокруг своего учреждения. За полтора часа работы на свежем воздухе кадеты избавились от десятка кубометров снега и льда. Все кадеты первого и второго курса выходят на уборку территорий и помогают своему городу. То есть очищаем лед, снег, выкидываем, делаем быстрее, чтобы он таял. То есть делаем все возможное для своего города. 21 марта превратилось в самый массовый кузбасский субботник в этом году. В общей сложности на борьбу со снегом вышло 112 тысяч жителей региона. Причем не только молодежь. Лопатой и ломом орудовали представители всех профессий. От работников ЖКХ до чиновников областной администрации. Впрочем, работы ликвидации зимы не окончены. В следующую пятницу все повторится снова. Анастасия Фефилова, Артур Хлопотин, Роман Абдрахманов. Новости моего города. Оставайтесь с нами и вы узнаете, как превратить музей в школу молодых журналистов. И вот что еще вас ждет во второй части выпуска. Новости о том, как делают новости. Журналисты моего города делились знаниями с участниками форума «Медиа-42». Не игрушки, но произведения искусства. Кемерове прошла выставка «Мастера и подмастери». О том, как снимается наша программа, сегодня узнали студенты кемеровских вузов. Около 20 человек посетили студию телеканала «Мой город» и собственными глазами наблюдали за созданием программы новости и других проектов. Экскурсия прошла в рамках молодежного форума «Медиа-42». Подробности о материале нашего корреспондента. В отделе новостей телефон звонит постоянно. И даже во время мастер-класса рабочий процесс не прерывается. Общение с людьми, как по телефону, так и во время съемок – процесс особенно важный для журналиста. И от того, как поведет себя собеседник, зависит качество готового материала. Какие вопросы задавать собеседникам, как выстраивать новостной материал и на что обращать внимание во время работы – обо всем этом рассказывают сотрудники телеканала «Мой город». Среди слушателей – работники молодежных СМИ. И многие из них не имеют специального образования. Например, Илья уже пятый год изучает ресторанный бизнес. Он учится в кем-типе, но по воле судьбы попал в журналистику. Кроме работы новостной редакции, ребят посвятили и в основы студийных съемок. Рассказали, как готовятся ток-шоу, развлекательные программы и что самое важное в работе журналиста. Они рассказывали, как они борются со стрессовыми ситуациями. Но они рассказали о том, что, несмотря на то, что это стресс постоянный, они просто живут этим, они кипят и не могут просто представить себе жизнь без стресса. Без вот этого положительного, можно сказать, состояния своей души. Сегодня около 20 человек посмотрели на жизнь телеканала «Изнутри». Большинство из них еще учатся в ВУЗе, и сейчас перед ними встает вопрос – куда идти дальше? Для большинства из этих ребят все равно журналистика – это в первую очередь пока развлечение. Кто-то участвует в фестивале «Студ весна», кто-то «Студ советской» профсоюзной деятельностью занимается, кому-то интересно в газете работать. Я уверен, что если из тех, кто пришел к нам сегодня, один-два человека станут журналистами впоследствии, то это, наверное, уже хорошо. Экскурсия по телеканалу «Мой город» – это только часть молодежного форума кузбасских СМИ «Медиа-42», который проходит уже второй год в Кемерово и Новокузнецке. В этот раз участие в нем приняли почти 200 человек из самых разных вузов и самых разных профессий. Для большинства начинающих журналистов такие форумы – это чуть ли не единственная возможность получить реальный опыт и посмотреть на работу медиа-сообщества изнутри. Антон Лимонов, Константин Червяков. Новости моего города. Участники форума «Медиа-42» успели побывать не только в студии телеканала «Мой город». Они своими глазами увидели, как создается программа Владимира Сухацкого «Кузбасс от Адая» в музее «Красная горка». Начинающие журналисты наблюдали за работой съемочной группы. Сам автор поделился секретами успеха на медиапоприще, а сотрудники музея провели для участников экскурсию. И все, увидимся. Так как я мастер, я решила сделать какое-то произведение, связанное с мастером. Пусть это будет мастер в мужском роде, но он мастер. Это не важно. Отсюда это просто идея. Эта выставка посвящена Году культуры и культурно-познавательного туризма. И проходит накануне Дня работника культуры, который мы празднуем 25 марта. Меня очень радуют три момента в этой выставке. Во-первых, то, что на ней представлены произведения декоративно-прикладного искусства преподавателей и учащихся в наших школах. Это говорит о том, что традиции живы. На этом у нас все. Еще больше событий смотрите каждый будний день в материалах наших коллег. Выпуски новостей, напомню, выходят на телеканале «Мой город» 16 и 21.00. Для вас работали Максим Денисов и Татьяна Матвеева. До встречи. До встречи.